сегодня все же я нашла время рассказать вам о том что случилось у меня лично какие произошли перемены со мной то что я давно вам обещала друзья но прежде всего я хочу вас предупредить что это видео будет неожиданно длинным наверное и много о чем я сегодня расскажу много чего я вам сегодня покажу потому что друзья это видео оно все-таки юбилейная обязательно досмотрите это видео до конца потому что обычно я долго запрягаю но дальше идет все намного быстрее и легче и еще хочу посоветовать тем кто вот знаете говорит что слишком медленно слишком долго я все это рассказываю есть такая функция внизу найдите в настройках где можно увеличить скорость поставьте скорость 125 или один с половиной и тогда в общем то может быть вам покажется слушать это гораздо удобней тем не менее усаживайтесь поудобнее сегодня видео будет длинным но во всем здравствуйте друзья мои и вот так каждый день почти в каждом своем видео я обращалась к вам моим зрителям и подписчикам в течение пяти лет друзья я хочу вам сказать что у меня сегодня ровно пять лет как я открыла свой канал это было семнадцатого августа две тысячи семнадцатого года представляете как это было давно и вот прошло пять лет у меня на сегодняшний день на моем канале более шестидесяти девяти тысяч благодарных подписчиков вы знаете друзья я очень рада что мой канал вот так за пять лет продвинулся вперед и я недаром приехала сегодня в этот лес потому что именно здесь в этом лесу мое первое видео для вас и я тогда насобирала много грибов а сегодня у нас 17 августа среда 2022 года и вот сегодня у нас плюс 20 небольшой дождик и вчера и позавчера прошел дождь после сильной жары и у меня возникло такое подозрение возможно тут меня ждут грибы и вот сейчас я пришла к вам хочу посмотреть вокруг ну и конечно же мы сегодня с вами поговорим и погуляем в лесу и небольшое дополнение с так сказать сегодня я посмотрела у меня девятьсот одиннадцать видео на моем канале вы можете себе представить я вот что-то даже и не могу потому что девятьсот одиннадцать видео представьте даже если вы будете смотреть по три видео каждый день то это займет целый год и если я не ошибаюсь то это вот так так и есть представляете это же просто какой-то кошмар возможно ли пересмотреть все эти видео ну конечно же нет но это так просто вот такой вот знаете для справочки информация которая меня удивила и вот я смотрю сейчас у меня уже семьдесят тысяч подписчиков ура ура всех друзья я благодарю огромное всем спасибо кто интересуется моим каналом так ну села я на пенек вернее вот на этот красивенький столик я принесла с собой видите пиво свое любимое и хамон вот такой упаковочки итальянский он неплохой буду отмечать пятилетие так вот с чего начались мои основные перемены в июне месяце я со своей семьей посетила венецию тоже наверное знаете эту историю и смотрели в моих видео так вот мы там столько гуляли каждый день наверное до с утра и до поздней ночи я уставала страшно и почему я так уставала я могу вам объяснить ну во первых конечно же я не поспевала за своими молодыми а во вторых конечно же мой излишний вес он не давал мне возможности вот так вот быстро гулять по такой жаре да и на самом деле поесть мы все любим а я в особенности очень люблю поесть и вот сейчас я вам покажу чуть-чуть совсем немножко то что я снимала в венеции то что мы там постоянно каждый день кушали это были такие посиделки в ресторане огромные тарелки с едой какая еда в венеции в италии это в основном конечно пицца это в основном конечно паста спагетти морепродукты если то крайне редко ну вот рыба конечно же я старалась есть эту рыбу но все равно это было сплошное обжорство потому что вкуснятина неимоверная оторваться вы знаете невозможно ну и вот как-то я когда приехала домой я подумала что наверное хватит заниматься обжорством все же надо как-то срочно похудеть сказано сделано ну и когда я вернулась в англию а там еще и жара у нас как вы знаете было весь июль и даже сейчас все еще жарко а когда жара легко худеется потому что кушать особенно не хочется ну и я хочу вам похвастаться наверное что я вот уже за два месяца я сбросила 6 килограмм для меня это целый подвиг был ну вот я нашла вам две своих фотографии вот это было в июне месяце не очень резкая конечно фотография но видно и вот это вот уже сейчас после того как я сбросила 6 килограмм наверное результат на лицо как говорится или на лице хотя фотографии там без макияжа просто в обычном домашнем таком формате но я думаю что видно все таки что я похудела как я худела я вечером когда особенно нападает жор и хочется неимоверно кушать вот я пила талую воду настоянную на специальных камнях и на серебре если кто-то хочет поподробнее вот об этом узнать я могу для вас видео снять просто напишите в комментарии ну и дальше происходит странная вещь так как у нас в этой жизни как вы знаете все взаимосвязано вдруг как-то мне выходит в поисковике на youtube техника вадима зеланда стакан воды это такая универсальная и очень мощная техника исполнения желаний вероятно вы тоже слышали об этом и вот так как я воду пью так или иначе я решила а почему бы мне на самом деле не зарядить эту воду и не попробовать тоже нужно написать на листке бумаги мысли форму я очень обаятельная личность от меня исходит внутренний свет обаяния любви и секса я светящееся существо я притягиваю к себе мужчин мой мужчина на ходит меня дальше все очень просто вы ставите стакан воды на этот листок формируете энергию своих руках и вот таким вот образом вы повторяя вот эти слова которые вы написали заряжаете энергией эту воду и потом вы этот стакан выпиваете возможно многим сейчас вспомнился фильм советский давний когда-то самая обаятельная привлекательная помните как там всю заночка учила над куклюеву как ей найти себе мужа я самая обаятельная и привлекательная они тоже занимались вот такой вот методикой кстати мысли форму вот эту можно записать любую любое желание на здоровье на деньги что там еще какие у вас желания есть в общем любую любую мысли форму можно вот так вот написать и использовать я почему именно начало с того что я самая обаятельная привлекательная ну потому что это пожалуй как раз то что больше всего интересует моих зрителей отношения мужчины и женщины как найти любовь как найти достойного мужчину как найти достойного партнера в любом возрасте и как не остаться одной а быть интересной и самой себе и всем окружающим и вот что происходит дальше я пью эту заряженную воду каждый вечер перед сном наверное дней пять и вот ничего не происходит проходит пять дней остается все то же самое думаю ну елки-палки наверное методика не то и не для моего уже возраста и что вы думаете друзья вот тут вдруг она и началось вдруг как говорится мужчины поперли косяками а ни с того ни с сего откуда не возьмись во первых я познакомилась случайно в пабе когда в очередной раз сидела пила пола свой кофе ко мне подошел мужчина такой приятный довольно таки англичанин конечно же моего возраста он спросил могу ли я подсесть вот такой симпатичной даме я сказала да почему бы и нет удивилась про себя думаю что то раньше ко мне никто не подсаживался ну и мы с ним разговорились довольно интересный такой мужчина как собеседник и вы знаете он очень странным образом спросил как меня зовут я сказала глина он сказал ах да и сказал мне а ведь я вас вспомнил я почему к вам и подошел я грудар азия что а когда расскажите поподробнее он говорит я когда-то вас увидел года три назад в пабе вот на симеон стрит действительно есть у нас такой пап и действительно мы там бывали иногда вечерами с моей подругой потому что она как раз там неподалеку жила и мы когда я приходила к ней в гости частенько этот пап посещали и вот он говорит вот в пабе я вас увидел я грудар да надо же и что он говорит я попытался подойти познакомиться но вы меня таким взглядом окинули и он показал каким взглядом я его окинула я сразу себя представила я хохотала до упаду потому что думаю ну да действительно это была я и вот оказалось что не надо вот так вот себя как говорится вести и судить о человеке по внешности потому что этот мужчина он кстати очень очень невысокий метр шестьдесят пять ровно как и я да еще и такой полный ну такой колобочек метр в кепке в прыжке и поэтому конечно же первый раз он меня нисколько не впечатлил а когда он подсел и мы разговорились то оказалось что он очень приятный такой мужчина и вы знаете похоже что всесторонний такой развитый образованный и вот мы с ним уже три раза встречались и наверное я посмотрю как это все будет дальше ну я же говорю вам что мужчины-то пошли косяками друзья и это в самом деле так потому что я когда-то располагала свою анкету очень на многих сайтах знакомств и эти анкеты они потом проваливаются куда-то и я отвлекаюсь и как-то вы знаете вот кстати кто-то меня спрашивал что вы вот так долго ищите мужчину и вы не можете найти ох друзья если бы я действительно взялась серьезно искать мужчину то скорее всего я бы его уже нашла так как я личность отвлекающиеся постоянно у меня то одно то другое и в общем другие интересы вдруг меня поглощают с головой поэтому вот так и происходит но кстати здесь по этому поводу я вспомнила у меня одна знакомая была с которой мы познакомились вот именно здесь на моем канале и мы с ней немного даже подружились она приезжала ко мне не буду говорить как ее зовут как там что но вот она это было наверное тоже года три назад и она мне рассказала свою историю как она очень быстро нашла себе в течение месяца мужчину у нее тоже умер муж и вот она осталась одна и прожив год в одиночестве здесь в англии и поняв как это сложно без поддержки тут как-то выкарабкиваться одной она говорит я просто поставила себе цель она занялась этим вплотную и получилось так что она там разместилась сразу на трех платных сайтах знакомств как она мне рассказала ну и говорит что я там смотрела сама анкеты сама всем первая писала кто мне нравился и вот из этих с трех сайтов знакомств те мужчины которые ей ответили из которой с которыми у нее завязалась какая-то переписка она сразу предложила встречу но она жила в отличие от меня там на центральной земле на мэйнленд поэтому и у нее был еще свой автомобиль к тому же поэтому она сказала я даже не сказала точно где я проживаю я написала что в пригороде лондона хотя она сама живет тут в портсмассе и говорит что я сказала что давайте если вы желаете я могу подъехать у меня есть автомобиль у меня много свободного времени для меня это не составляет труда и она вот таким вот образом назначала свидание и сама ехала на встречу к мужчине они встречались где-то в папе в кафе за чашечкой кофе разговаривали она говорит что она сразу все о себе рассказывала объясняла что к чему без особых там прикрас каких-то надо сразу сказать женщина довольно таки миловидная симпатичная привлекательная она на тот момент ей было 58 лет и и вот таким вот образом в течение месяца она встретилась с 15 и мужчинами англичанами она говорит что некоторые конечно ей самой сразу не нравились и уже разговор там особенно не клеился если она говорит мне мужчина нравился так вот внешне привлекательный я продолжала дальше с ним разговаривать и уже там зависела от него если он хотел продолжение встречи то значит я ему отдавала свой телефон и и мы дальше с ним общались вот таким вот образом потом у нее осталось по моему из этих 15 всего лишь четверо и потом из этих четверых она оставила всего лишь двоих и в конце концов вот у нее сейчас один этот мужчина которого она выбрала и который выбрал ее самое то еще интересное что оказалось что он тоже живет в портсмассе и они практически соседи вот такая история интересная они живут вместе это уже наверное сейчас прошло года четыре или пять точно не знаю они по моему даже сейчас вместе купили дом и уехали в шотландии уже вот и получается что в течение месяца человек поставил себе целью найти мужчину и и она его нашла хоть вот знаете еще вспомнила как дела часто спрашивают как дела как дела и вот очень много разных я слышала по этому поводу размышлений кто-то говорит например вот как японцы что никогда нельзя говорить что у тебя все прекрасно и никогда нельзя хвастаться тем более кому-то что у тебя дела идут хорошо потому что человек в общем-то слаб завистлив и может очень сильно навредить своей такой неуемной завистью как знаете очень часто тоже бывает и у нас вот поэтому японец никогда вам не скажет на вопрос как дела что дела у него прекрасно на вопрос как у вас дела вы знаете и англичане и американцы они всегда отвечают файн very good very nice то есть прекрасно дела у них прекрасно замечательно они наоборот всегда на позитиве и всегда говорят что оставь все свои проблемы когда выходишь из дома твои проблемы никому не нужны вот как бы так у них такая позиция но у нас вы знаете конечно же у нас опять же и из европы и из азии все намешано всего по чуть-чуть вот например если спрашивают как у вас дела то знаете человек начинает вам рассказывать все вообще практически с года рождения всю свою историю он начинает вам повествовать и рассказывать не все тоже рады все это выслушивать поэтому здесь конечно тоже надо быть аккуратными и те кто спрашивает и те кто отвечает опять же на вопрос как дела если ты расскажешь с радостью что у тебя хорошего произошло и что у тебя все прекрасно то знаете бывают завистники такие они даже сами не понимают что их зависть перехлестывает и они этой черной завистью могут даже как-то сильно навредить но это вот опять же говорит о том о чем нас предупреждают японцы я помню один мой знакомый на вопрос как дела он всегда отвечал да никто не завидует и вот знаете это было очень интересно ну потому что действительно ему уже было далеко за 80 он жил одинокий несчастный и в самом деле наверное его жизни уже никто не завидует но иногда он говорил что я специально так отвечаю даже если у меня что-то хорошо я никогда не буду никому об этом рассказывать боюсь что сглазят но вернусь к своему основному рассказу про мужчин которых привлекла моя заговоренная вода наверное это было так именно потому что ничем другим я не могу объяснить того факта что именно после вот этой вот процедуры с заговоренной водой мои сайты знакомств вдруг ожили и оживились и у меня просто пошло какое-то огромное количество писем от мужчин там были мужчины конечно же разных возрастов там были разные совершенно мужчины те которые на фотографиях выглядели вообще невозможно страшно я конечно же даже не рассматривала ну не знаю может быть уже внешность для меня тоже играет значение первым делом если я вижу что человек вот ну совершенно не совпадающий уже со мной по внешности ну зачем я буду продолжать и вот получилось так что я уже зная вот эту историю которая мне рассказала женщина моя знакомая я решила действовать точно так же я тоже выбрала наверное с десяток таких мужчин которые мне приглянулись у которых приличные анкеты ну которые свободны и живут не так далеко вот наверное там из сотен писем которые мне пришли я выбрала что-то тоже порядка десяти анкет ну вы знаете очень очень трудно сказать по правде именно вот все это там выбирать смотреть и выискивать и потом все равно можно ошибиться и я решила тут тоже знаете не начинать вот эту вот переписку очень долгую нудную ни о чем практически я пошла ва-банк я им всем написала свой номер телефона у меня есть ватсап у меня есть телеграм и у меня есть скайп и значит предложила если желаете то пожалуйста давайте спишемся свяжемся созвонимся посмотрим друг на друга и возможно встретимся и вот таким образом я уже встретилась еще с тремя мужчинами двое из них приехали сюда с материка ко мне навстречу а еще один живет в каосе и он приехал в общем-то без проблем мы с ним тоже сидели в пабе пили кофе и даже красное вино пока еще я не выбрала никого сказать по правде даже не знаю ну не остановилось еще и сердце мое пока мне не подсказала что вот именно вот этот конкретный мужчина он именно мой ну и потом у меня еще все-таки в процессе переписки в процессе встречи намеченной еще осталось шесть человек из них двое мне очень нравятся на фотографии но не знаю как опять повернется вся эта история конечно же не обошлось без скамеров вот этих вот абьюзеров и лгунов которые выдают себя не за тех кого они там пытаются представить но вы знаете тоже уже вам рассказывала эту историю что почему я сразу и даю номер телефона что это сразу очень легко вычисляется если человек какой-то врун или абьюзер еще странная история ну хотя наверное она не странная она наверное вполне себе даже реальная и может быть для кого-то даже повседневная но то что там мужчины уже сидят годами на этих сайтах знакомств и то что они именно вот находят радость в том что они знакомятся с женщинами и начинают просить у них всякие знаете сексуальные фото вот пришли мне фото в купальнике а пришли мне свои трусики а еще что-то такое очень много тоже таких поэтому я все это вижу уже я вот и вас тех кто может быть пытается найти сейчас мужчину через сайт знакомств хочу предупредить будьте пожалуйста очень бдительны и осторожны берегитесь мошенников и не тратьте свое время на лгунов которые вас будут использовать писать вам красивые письма чудесные слова посылать фото не свои а какого-то очень красивого респектабельного мужчины вы никогда с этим не сталкиваясь можете просто вы знаете потерять голову от радости что вам попался такой великолепный мужчина а это окажется просто пшик и вы потеряете свое время я предупреждаю вас милые женщины будьте осторожнее ну и наверное напоследок я хочу рассказать вам что у меня происходит или произошло уже с мартиным потому что спрашивают некоторые ну я и отвечу я уже конечно отвечала на этот вопрос но наверное может быть кто-то не слышал для меня нетрудно это и повторить с мартиным мы расстались мартин уехал когда был вот этот вот у нас ковид и был локдаун он сидел без работы и он решил уехать на материк он поехал к своим друзьям по моему там и в общем то он там нашел работу и полностью переехал на материк жизнь ничему не учит вот как я раньше ходила с голыми ногами так теперь так вообще посмотрите еще ноги более голые у меня тогда ободрала все ноги вот и сейчас ну я вы знаете конечно же я знала что нужно надеть более такое нормальное и конечно же в лес не не вот такие розовенькие шортики бриджики но я понадеялась что у меня знаете в багажнике в машине все это есть к сожалению когда я приехала в лес и стала рыться чтобы переодеться я ничего не нашла оказалось что я все это выбросила почему то вот такой сегодня у меня для вас друзья юбилейный выпуск длинный на 30 минут мне так кажется что я ответила на те вопросы которые у меня стояли на повестке такие злободневные наиболее интересные для вас моменты я осветила мы с вами погуляли и в лесу и на побережье морском и даже по улицам прошлись поэтому друзья не забудьте поставить лайк под этим видео хотелось бы также услышать что вы думаете о том что я вам рассказала напишите ваш комментарий напишите что еще вы хотели услышать ну а на этом сегодня я с вами прощаюсь спасибо всем кто досмотрел берегите себя друзья в это трудное время всем пока 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 не пока не